Сегодня в Ленинском районном суде столицы состоялось второе заседание по делу бывшего судьи Емельянова. Первое прошло в конце июля. Напомню, что в декабре 2011 года судья Верховного суда Андрей Емельянов на пешеходном переходе совершил наезд на женщину. Она умерла на месте происшествия. 30 июля подсудимый не признал свою вину и не раскаялся. Емельянов отказался от адвоката и в суде решил защищать себя сам. Сегодня он комментировал все материалы дела, заявлял о том, что собирается оспаривать экспертизы. На заседании также смотрели видеоматериалы. Судебное заседание завершилось в 5 вечера после допроса свидетелей. Следующее заседание состоится 26 августа. Вместо традиционных 010203 и 04 всего три цифры, которые могут спасти жизнь. На всей территории России начала работать служба экстренной помощи 112. Аналог Американской службы спасения 9-1-1. Куда звонить в первую очередь? В скорую, полицейским или пожарным? В ближайшем будущем россиянам не придется тратить на раздумья драгоценные секунды. Любая служба быстрого реагирования приедет на место ЧП после звонка на короткий номер 112. Причем позвать на помощь с помощью этого короткого номера теперь можно будет и с мобильного, и с городского телефона. Такую информацию сегодня можно было увидеть на новостных лентах ведущих информагентств страны. Впрочем, в Чувашии номер 112 работает уже давно. При поступлении сообщения к нам по телефону мы разговариваем с абонентом, выясняем, что у него случилось, что ему нужно, какая у него ситуация произошла. Что ему нужно, какая служба, допустим, если произошло у него какое-то заболевание, соединяем с службой скорой помощи. Если произошло какое-то в быту с газом, значит, происшествие, значит, соединяем с газовой службой, соответственно. Если какие-то аварийные ситуации на объектах ЖКХ, то есть где-то в квартире что-то, вода затопила, еще что-то, значит, с администрацией единодержанной диспетчерской службы города Чавацар соединяем. Однако изменения все же будут. Закон о создании общей системы экстренных вызовов на территории страны предполагает, что после поступления звонка диспетчер определит перечень необходимых на месте ЧП служб. А специальная электронная система автоматически установит номер и местоположение звонящего. Сообщить о проблеме можно будет на нескольких языках мира. Кроме того, в Чавацарах должно появиться специальное здание службы 112. Правда, это пока отдаленная перспектива. Республика будет строить у нас Центр обработки вызовов именно в 16-17 годах. На данном этапе идет только становление. Но я думаю, тоже, в принципе, согласно закону федерального Центра обработки вызовов у нас будут сидеть и переводчики, и психологи, которые будут оказывать посильную помощь именно по телефону человека. Тем, у кого не получится сразу перестроиться с двузначных номеров на 1-112, переживать не стоит. Традиционные 0-1, 0-2, 0-3 и 0-4 пока также будут действовать. Перейти на новую систему окончательно планируется только через несколько лет. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Если произошла авария, спасатели давно рекомендуют звонить 112. За последние три дня на дорогах Чувашии произошло 19 аварий. Пять человек погибли. Более 20 попали в больницы. Бурнарский район дважды попал в черный список. В понедельник на автодороге Чебоксары-Сурская-Кожар-Яндоба 33-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. Один пассажир скончался на месте, двух доставили в больницу. В выходные на 9-м километре автодороги Калинина-Батрево-Яльчики 18-летний водитель не уступил дорогу и столкнулся с мопедом. Прокидывание машины в кювет произошло в Канажском районе. В результате 58-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Всего за последние три дня выявлено 72 водителя в состоянии алкогольного опьянения.